Их изобретения не имеют аналогов в стране. Самарский инженер Максим Гнедов с командой собирает гусеничную малогабаритную технику. Сейчас в месяц выпускает и продает по 10 комплектов для мотоциклов. Фактически зимой железный конь может использоваться как одноколейный снегоход. Линейка продукции постоянно расширяется. Этот сноубайк сейчас на стадии прототипа. Разработка на 100% самарская. Тяга электрическая, мощность 3 кВт. Уже в этом году изобретатель рассчитывает запустить аппарат в серийное производство. У нас основное преимущество, что у нас есть патенты на наши конструкции. Мы запатентовали использование мотор-колеса для вращения гусеницы. У нас есть как российские, так и зарубежные патенты. И в общем-то это позволяет более эффективно организовать гусеничное шасси. То есть оптимизировать некоторую конструкцию, геометрию рамы, избавиться от ручки частей в виде редуктора, цепей, дополнительных каких-то. Тем самым удешевить, упростить конструкцию. Еще одна новинка – электробуксировщик для самолетов. Как рассказывает изобретатель, поддержку оказывает технопарк «Жигулевская долина» и «Сколково». Молодая компания получила 4 микрогранта на общую сумму около 4 миллионов рублей. Мы являемся резидентами «Жигулевской долины» и технопарка «Сколково». Мы используем программы микрогрантов в поддержке для создания в том числе наших прототипов. Пользуемся налоговыми льготами от «Сколково» и от «Жигулевской долины». «Жигулевская долина» нам помогает с конструкторской документацией. Там есть инжиниринговый центр, который, в общем-то, бесплатно для нас по субсидии делает конструкторскую документацию. Всесторонняя поддержка перспективных предпринимателей – представители малого бизнеса, часть региональной стратегии лидерства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно обозначал, что задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест, должна оставаться одним из главных приоритетов для областного правительства. Мы работаем как со зрелыми компаниями, которые приходят к нам за поддержкой своих РНД-подразделений, те, которые занимаются исследованиями. Так, собственно говоря, и стартапы, которые начинают только свою деятельность с бизнес-идеей, с технологической идеей. Наши резиденты, которые когда-то были небольшими и маленькими стартапами, достаточно хорошо сейчас позиционируются уже и на федеральном уровне. Благодаря этой поддержке в 2021 году предприятие планирует расширяться, переехать в новое помещение и нарастить выпуск продукции в 2-3 раза. Леонид Кошман, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Тоже тест-драйв такой классный сделали, видео приснимали для блога действительно. Слушайте, то есть человек не надо покупать снегоход, он может купить и ездить. Слушайте, то есть человек не надо покупать, он может купить и ездить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова